Всем привет! Меня зовут Тоня, вы у меня на канале. Я рада вас всех здесь приветствовать. И сегодня у меня снова видео, снова о совместном проекте. Но уже я буду рассказывать про совместник от Мускари. Называется он «Мои рукодельные истории». И давайте немножко, как вступление, я объясню, почему так много совместников, почему я так, конкретно почему я захотела участвовать в этом совместном проекте. Все достаточно просто. В прошлом году я выиграла приз от Мускари, участвую в совместнике Лены Босс. И мне прислали, как подарок, коллекцию, с которой я не знала вообще совершенно, что мне делать. Потому что это не мой стиль, это не моя тема. Я не видела вообще эту коллекцию ни в одной из своих работ. И вот прошло... Как я и сказала в самом конце этого видео, я, кстати, оставлю в этом посте ссылочку и на то видео. Как я в самом конце и сказала, будет лежать и ждать своего часа эта бумага. И вот этот час настал. Я безумно рада, что наконец-то я буду работать с этой бумагой, потому что я не люблю, когда у меня лежит бумага, с которой я не знаю, что делать. Для меня это вот какой-то, не знаю, какой-то такой вот момент, который мне не нравится, который меня не устраивает. Потому что обычно у меня находится в закромах та бумага, с которой я конкретно знаю, что я буду делать. Я знаю, какой проект я хочу сделать. И то есть она просто ждет момента, когда я до нее доберусь. И наконец-то вот я, как и сказала, что девчонки решили начать такой вот проект. И по теме она очень хорошо подходит к этой бумаге. Вот эта бумага. Рукодельный будуар. У меня два набора. Соответственно, бумаги у меня очень много. Я не знаю, как мне поступить лучше, сделать, ну, всю бумагу пустить в этот проект, либо же нет. Я еще пока не решила. То есть я пока не задумываюсь об этом. Я решила, так как я участвую в трех совместниках одновременно, я просто буду решать вопросы по мере их поступления, дабы не выгореть, не перегрузить себя. Вот, я не буду листать сейчас эту бумагу, потому что, как уже сказала ранее, я прикреплю ссылку на обзор всей посылки. Могу сказать только то, что я практически все из той посылки собрала здесь. И я буду участвовать именно с тем набором материалов, которые мне Мускари и подарил. Вот, единственное, да, я уже вытащила листочки с вырезалками из коллекции. Так, в сторонку уберу, потому что я хотела подготовить все заранее, поэтому вырезалочки я все вырезала. Что еще дополнительно? Вот такая вот упаковочная бумага двух оттенков. Она мне очень, как мне кажется, будет в тему джанкбука. А, я же не сказала, да, в этом совместнике мы будем делать, творить блокнот-растрепыш. О рукоделии, для рукоделия, да, что-то такое. Ну, почему, собственно, идеально подходит сам набор бумаги, да? Потому что тема этой бумаги, что-то про шитье. Тут всевозможные схемы, ножнички, да, вот что-то такое там, швейные машинки. Но больше всего, конечно, нам навевает швейную тему, это то, что здесь есть реально принты с выкройками. Вот, поэтому не оставляет сомнения, что эта коллекция идеально подходит. Я, у меня шьет мама. Я вот думаю, может быть, я буду делать его для нее. А может быть, я буду делать сразу два, потому что бумаги-то много. Я еще не решила. В общем, посмотрю по своим возможностям, по своему времени, как я буду успевать, не успевать. В общем, буду стараться. А что дальше? Я показала вам вот, да, что буду упаковоченную бумагу. Мне очень нравится, как художественно в нее проявляются заломы, поэтому я обязательно буду ее использовать. Дальше я вырвала просто из блокнота обычного листочки. Этот блокнот у меня довольно долго лежит, и листочки у него немножко даже пожелтели. Мне это очень нравится. Это как бы, ну, для Джанка очень удачно. И очень удачно вот такие вот рваные края, как мне кажется, будут добавлять такой интересности, интересные детали. Дальше я недавно купила во влогах, рассказывала набор, ой, набор, пачку бумаги от цветокопии Эко, да, которая вот такая бешененькая. Вот, соответственно, я буду эту бумагу использовать, причем буду ее использовать, скорее всего, и в таком виде. И вот у меня есть еще листочки, подготовленные в этом, я немножко их тонировала в кофе. Вот, их единственное осталось немножко почистить от вот этих вот вкраплений, да, чтобы они потом нигде у меня не, как это сказать, не мусорили, не загрязняли окружающие пространства. Вот, как сейчас, видите, уже насыпалось кофе, и прогладить их еще надо будет. Вот, и у меня вот еще подготовлено нотные странички две. Много не хочу добавлять, но в Джанке идеально подходят такие вот состаренные листочки, причем состаренные они естественным путем. Что касаемо каких-то еще именно листов, бумаги, я буду думать, возможно, что-то добавлю, а, возможно, я не буду, потому что бумаги скрапываю у меня очень много, поэтому имеет ли смысл добавлять что-то такое еще там, типа крафта, да, не знаю, вот. И что касается украшалок, у меня здесь пакет, тут лист вырезалок, вот он здесь изображен на обложечке, я его вырезала всего, не буду сейчас доставать, подробно показывать, да, в общем, готовы у меня высечки. Второй лист с вырезалками, где его посмотреть можно, ну, вот здесь вот его видно, вот здесь вот такая полосочка, да, так скажу, что там маленькие карточки, бирочки, надписи и все такое, да. Некоторые я вырубала ножичками, чтобы красиво смотрелось, кругляшочки, а некоторые я просто вырезала. В общем, тоже все готово, все вырезано. Что еще я тут положила? Ну, у меня тут скотч вот такой, возможно, я буду еще использовать, сейчас скажу. Вот такие вот скотчи недавно брала на Вайлберисе, целый набор, и для джанков идеально подходит такой скотч. Дальше, что тут еще? Ну, тут положила еще другие надписи, но думаю, что мне, надписей из самой коллекции будет достаточно, поэтому, скорее всего, уберу. Вот это те пуговки, которые мне прислала Мускари для коллекции. Хочу сказать, что подарок был подобран прямо вот под одну коллекцию. Вот все в цветовой гамме вот этой вот коллекции рукодельный бадуар. Единственное, что я отсюда уже достаточно потягала пуговок в другие работы. Зеленых, вот тут вообще только одна, по-моему, осталась. Вот, еще надписи, которые я делала сама, печатала на принтере. Не знаю, буду ли участвовать, но пока убирать не буду. Эта штукенция у меня лежит тут для того, чтобы резать их на фрагменты и подкладывать с композиции для того, чтобы композицию сделать более воздушной. Здесь у меня чип-борд тоже от Мускари. Это не весь чип, который был вот в обзоре. Я просто их разделила на другую работу. И вот на эту, для этой работы я оставила вот такие вот рамочки. Вот такую чё-чё, не знаю, буду ли я ее использовать. Ну, вообще, не знаю, буду ли я все это использовать, да. Все это придет в процессе работы. Заранее что-то определить очень сложно. Тут я уже глазурью вот такой покрывала весь чип. Дистресс-глазурь симпатично, да, смотрится. Единственное, что коричневого цвета в этой коллекции практически нет. Поэтому не знаю, как подойдет. Ну и, конечно же, розочки с листочками. Вот, что касается чипа, пока не знаю, буду ли я обрабатывать. И чем буду обрабатывать, каким цветом, тоже не знаю. Буду решать по ходу работы. Дальше что я положила? Ну, шнур такой вот бело-зеленый положила. Макромешки, которые сама делала. Единственное, что если я и буду их использовать, наверное, придется их тонировать. Ну, да, точно так же в кофе потонирую. Ну, ничего сложного нету, поэтому... Ну, зато будет такая интересная деталь. Дальше я еще в закромах своих покопалась, поискала пуговки. Тоже тут пластиковые, как и те, что присылали мускари. Ну, и цветовая гамма подходящая. Такие, несколько молочного цвета, несколько такого, не знаю, розово-бордового, что ли. Не знаю, как этот цвет назвать, если честно. Такой он темно-розовый, что ли, не знаю. Вот. Бабочки. Ну, это чисто если мне захочется там дополнять какие-то композиции. Еще положила высечки от торговой марки Scrapbook Design. Ну, тут чисто потому, что это мужская коллекция. Ну, тут есть такие приглушенного цвета средневековые штуки всякие разные. Думаю, мало ли, вот мне надо будет какой-то акцент сделать, и мне не хватит именно из самой коллекции. Вот я буду рыться и искать в этих высечках. Дальше, вот от Muscari такой у меня был презент в той посылке, да. И не знаю, может быть я что-то, я возьму вот это слово счастье на обложку. Почему только слово счастье, я объясняла в обзоре посылки самой. Тоже из посылки, это фишки, которые подходят к этой коллекции, да. Тут Handmade, Lady, вот эти ножнички, стульчик, вот этот принт. Это все из этой коллекции, то есть идеально подходит. Дальше положила сюда штамп фоновый. Конечно же, буду штамповать, но я еще жду посылку с другими штампами, которые тоже буду применять, пока не могу, ну, соответственно, показать. Что еще? Взяла еще вот такой штамп с листиками. Буду думать, буду ли их применять. Ну, вообще, очень классно смотрится. Я штампую, можно отштамповать просто на скраб бумаге, какого-нибудь нейтрального оттенка, да, и вырезать. Можно на ткани, тоже будет очень круто смотреться. Я так уже делала, прям огонь смотрится. Вот такие у меня штучки есть, нарубленные, да. Вот можно применить как рамочки, тоже положила сюда. Не знаю, буду ли я применять. Тут уже отштамповки готовы, надо только вырезать. Вот такие у меня рамочки тоже, не знаю, буду ли я применять. Каждый раз хочу что-то придумать вот с этими рамочками. Это, по-моему, мне Лена Босс подарок, что ли, присылала свою руку или что-то такое. Но каждый раз, не знаю, как применить, в общем, и обратно убираю, и на следующую работу снова достаю. Дальше, что тут я достала? Золотистые скрепочки для того, чтобы, да, какие-то скрепки красивые сделать. Может быть, с ленточкой там или еще что-то, да. В общем, чтобы были под рукой тоже достала. Дальше здесь, возможно, и деревянный декор. Особенно здесь меня привлекают катушки. Единственное, они как бы, ну, полномасштабные, да, то есть они полностью круглые. У меня вот нет возможности отдать кому-то, распилить их. Девочки, кто-нибудь пробовал что-нибудь с этим сделать? Было бы прикольно их поделить пополам, и тогда они, ну, как бы, в два раза, ну, как, толщину, в общем. Слишком они большие для того, чтобы их применять. Даже на обложку. Вот еще здесь есть скрепка. Ну, короче, тут всевозможный деревянный декор. По ситуации, опять же, буду смотреть, применять, не применять. Дальше поехали. У меня трех диаметров пуговки деревянные. Очень классно в работах смотрится. Всем советую, кто еще не применял. Дальше вот такой шнур из строительного магазина. Очень классно тоже смотрится. Это то кружево, которое было в посылке. Да, я все достала, у меня все сохранилось. И еще вот это кружево из той посылки. Единственное, что здесь только половина осталась, потому что я применяла в других работах. Шикарно смотрится, мне очень нравится. Еще достала такое кружево молочного цвета. Всякие шифоновые цветочки молочные. Вот такое кружево. Тоже на фрагменты его делить шебеленты. Вот такая вот, даже не знаю, что это. Ну, это, наверное, машинная все-таки вязка. Но это такое вот, типа, вязаная какая-то штука. Не помню, откуда у меня даже она. И еще у меня здесь есть вот такие вот, такое шитье. Тоже подумала, что мало ли там какое-нибудь будет задание тканевый кармашек или еще что-нибудь. Я вот возьму и сделаю. Вот. Вырубку я еще не стала пока доставать, подготавливать. У меня, в принципе, вырубка вот хранится вся в одном контейнере. Я просто буду смотреть то, что из имеющегося буду использовать, чего не хватает, вырубать. Потому что специально я не хочу что-то рубить. Я хочу использовать то, что нарублено уже и использовать это. Как видите, у меня ничего не подготовлено для обложки в этот раз. Потому что я, если честно, в этой работе вижу исключительно такой бордовый бархат мраморный. По-моему, он так называется, мраморный бархат бордового цвета. К сожалению, у меня в закромах ничего похожего не нашлось. И я немножко растерялась, потому что я пока не выездная. Мне с коляской совсем не хочется никуда ехать. И я пока не придумала. Честно скажу, я пока не придумала, какая у меня будет обложка. Вот только лишь в связи с тем, что мне хочется чего-то определенного. И этого чего-то у меня, к сожалению, нет. Поэтому для обложки я пока не покажу вам ничего. Буду что-то думать, что-то искать в процессе уже создания этого блокнота. Вот такие вот у меня материалы. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Держите за меня кулачки. Я надеюсь, что я смогу, я сумею поучаствовать во всех совместниках. И не растеряю при этом энтузиазм, скажем так. Все, спасибо за внимание и пока-пока.